Книжечка называется «Сообщение Ариэля». И сейчас я прочитаю стихотворение, которое так называется. Оно связано с бурей Шекспира. И можно даже сказать странным образом, что оно связано с тем, как Липовецкий пытался нас объяснять, что делает новая русская поэзия. С рифмой непонятно, что, смысл непонятно, где. Ну, примерно. И какая-то все же есть странная надежда рассказать сегодня, момент сегодня. То же самое и в буре. Существует буря, существует много-много людей и событий. И среди всех этих людей и событий летает странное существо, волшебное существо Ариэль, которое знает больше остальных в буре. А может, меньше, потому что он не свободен. Мы даже не знаем, он это или она, или оно. И вот это существо отличается от всех главным образом. Потому что, когда оно, существо, заводит в свою песню, в свой текст, вдруг текст меняется и становится текстом формально невероятно другим. В частности, там, у Шекспира является рифмой и всякое такое. Вот, значит, Ариэль – это такой курьер, волшебный человек на посылках, который что-то знает. Сообщение Ариэля. Твой отец лежит, раздавлен весом морским. Он – объем волны, он – коралл. Твой отец кружит, разбавлен ветром морским. Кожа его, кора, с паникующим муравьем, стали белки его глаз. Гордый жемчуг стали желтки его глаз. Негодный жемчуг, череп его хорал, все в нем звучит, дрожит, ничто в нем не блекнет. Но все превращается в нечто странное, густое, многообещающее. В этот раствор погружаются любознательные нереиды Наблюдать за превращениями твоего отца. Ведь ничто в нем не блекнет, Но все обращается в тебя, к тебе, Фердинанд. Твой отец жив, твой отец спит, Твой отец шар красный, прибившийся под новым мостом. Он, 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 жар, слепоты подступающий, когда я смотрю на него. Оболочка тает, он косноязычья хлад, как жало, выползающий изо рта. Твой отец еще жив, но он засыпает. Посмотри сейчас, посмотри сейчас на спящего. Фердинанд, струйка слюны стекает по подбородку. Так змея аккуратно спускается по скале, Так жирная цепь проливается в лодку. Он вздыхает, но как-то не наружу, а внутрь, Скорее звук запирая в себе, чем делясь им с нами. Он спит, ты думаешь, он спит, Фердинанд? Он спит, он спит, Фердинанд, лед мерцает, накутся его губе. Дыхание очень маленькая вещь, закругленная с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА